Здравствуйте! Это новости Дагестана. Я Фатима Буталибова и Коротко Аглана. Сначала поленом, потом топором. В Магарамкенском районе совершено жестокое убийство. Шире и качественнее. В Ахахском районе проводится реконструкция дорог. Ихинькал приготовит, и ребенка запеленает. За статус самой лучшей будущей хозяйки боролись студентки дагестанских вузов. Убийство в Магарамкенском районе в селе Тагиркент в Казмоляр. В ходе конфликта 61-летний мужчина нанес удар поленом по голове местному жителю, а затем ударил пострадавшего топором по голове. Осознав произошедшее, он доставил раненого с открытой черепно-мозговой травмой в больницу, но из-за полученных телесных повреждений мужчина скончался. Выехавшие в медучреждение полицейские задержали подозреваемого, который не стал скрываться от правоохранителей. Возбуждено уголовное дело. Мы с Игейли пили у меня дома. Прошла ссора. Я попросил подложить траву, а холодно. Он говорит, не лезет. Я говорю, как мне сделать, поэтому ударил его по голове. А после там был топор, не знаю почему, сам не знаю. И топором добавил еще. Ему стало плохо, крово я не могу остановить. Подбежал к больнице, попросил врачей оказать помощь. А сколько раз вы ударили его? Два раза. Мужчина, который скрылся после смертельного ДТП в Кумторкалинском районе, задержан. Им оказался 53-летний житель Новолагского района. Правонарушитель создал аварийную ситуацию на перекрестке. Это стало причиной наезда на пешехода, который стоял на обочине. Пострадавший погиб в больнице, получив телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, сообщает. Пресс-служба МВД. Доехал до этого поселка, как он, Шамхал, что ли называется. Ну, доехал до этого несчастного, этого злосчастного Т-образного перекрестка. Остановился там, по главной дороге ехал. Транспорт был. Пропустил его. Ну, как надо, включил поворотник. Посмотрел, все сделал, как надо. Других машин не было. Если была третья машина, я ее тоже пропустил. И две пропустил, я что, за короткое время, там, пять секунд подождать не мог, что ли, или десять. Проехал, наверное, растерялся там. И рельеф местности был такой. Он как-то сзади яма вынырнул. И на таком коротком расстоянии уже, на большой скорости, не смог среагировать. И машина так прыгнула, что с обочины, не касаясь земли, где-то 20-30 метров по воздуху улетело. Я даже не в шоке был, я не знал, что делать. Не все правы, когда на главной дороге. Там скорость ограничения 60 километров, а там 100 километров в час ехать, это же не то. На пикет против высотки жители Дербента требуют остановить незаконное возведение восьмитажного дома по улице Гагарина. Они возмущены тем, что раньше здесь стоял двухэтажный дом. Сейчас же хотят пристроить еще шесть этажей. По их мнению, на такое количество квартир нет прилегающей территории ни для парковки, ни для детских площадок. Со слов источника, некий застройщик Гусейн ведет работы по ночам, по поддельным документам, прикрываясь высокопоставленными лицами. Между тем, по закону в центре Дербента запрещено возводить объекты выше 10 метров. Сотрудники полиции и администрации, прибывшие на место, временно приостановили строительство. Реконструкция автомобильной дороги Ботлях-Каратан началась в Ахвахском районе. На сегодняшний день на объекте идут земляные работы по уширению проезжей части. Снимаются подъемы и крутые повороты, что обеспечит круглогодичную и всепогодную безопасную эксплуатацию дороги. Ежедневно на объекте задействовано 10 единиц тяжелой дорожно-строительной техники и около 20 специалистов. Окончание работ запланировано на конец 2023 года. Дагестан получит более 7 млрд рублей на модернизацию энергосетей. Компания Россети направит средства на обновление оборудования и реконструкцию энергообъектов в республике с 2022 по 2023 год. Об этом сообщил в Рио министр энергетики ЖКХ Республики Резван Мурадов. По его словам, отдельная программа на 3,5 млрд рублей предусмотрена и для Махачкалы. Мероприятие включает в себя ремонт электросетевого хозяйства, а также поставку спецтехники. Единый оператор в сфере водоснабжения появится в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Так он отреагировал на тему, которую поднял директор Рия Дагестан Магомед Магомедов во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Наш коллега сообщил президенту об энергетическом кризисе в республике, трудностях с энерго- и водоснабжением, а также транспортировкой газа в отдаленные села. По его словам, проблема не решается из-за частных структур, которым доверены ресурсы снабжения. Глава государства пообещал заняться этим вопросом, и сразу после этого власти региона сообщили, что им удалось наладить взаимодействие с Минэнерго. В преддверии празднования Нового года в рамках проведения всероссийской акции полицейский Дед Мороз, министр внутренних дел по республике Абдурашин Магомедов и сотрудники ведомства посетили дом-интернат Забота и школу-интернат для детей-сирота и детей, оставшихся без попечения родителей. Министр поздравил ребят и учительские коллективы с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и успехов в Новом году. Перед большой новогодней елкой для гостей дети исполнили песни и прочитали стихи. В свою очередь правоохранители вручили ребятам новогодние подарки. Хотелось бы искренне вас поздравить с наступающим Новым годом. Пусть он будет лучшим в вашей жизни. Учитесь, берите лучшие от ваших педагогов и готовьтесь к большой жизни. Вы нам очень нужны. Мемориальную плиту Николая Ильича Чиненова установили в Махачкалинской 13-й гимназии. Торжественное мероприятие приурочили к столетию со дня рождения заслуженного учителя ДССР. Здесь присутствовали представители власти, общественности, ученики, друзья и коллеги Николая Ильича. Многие с теплотой вспоминали время работы со своим наставником. Николая Ильича Чиненова. Я пришла в эту школу работать и принимал меня. Он девчонку, закончившую Дагестанский государственный университет, математический факультет. Что удивительно, он был директором школы, но он был и учителем. Он вел математику, и дети его любили, знали свой предмет. Сам он был подтянут, элегантен, всегда доброжелательен и с чувством ответственности за свое дело. Это такой преданный был человек. Это таких воспитателей нет. Для нас это был пример. Пример во многом мы учились у него и в проведении мероприятий военно-патриотической направленности. Вообще во многих делах он был и депутатом городского совета, депутатов. В завершении мероприятия коллективам гимназии было выдвинуто предложение присвоить учебному заведению имя его первого директора Николая Ильича Чиненова. Сегодня хороший день. Почему? Чем больше проходит время назвать школу именем директора, тем качественнее статус этого человека. Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел среди студенток республики. Будущие хозяйки должны были продемонстрировать навыки пеленания, чистки картофеля и пришивания пуговиц. Соревнование проходило в пять этапов. Среди них визитная карточка, демонстрация национального костюма, обычаи и творческий конкурс. По итогам призовые места заняли студентки ДГПУ, ДГИ и Медуниверситета. Организаторами выступили женское направление отдела просвещения при Муфтеате региона и городской молодежный центр. 800 лет со дня рождения великого полководца Александра Невского отметили знаковым мероприятием в Каспийске. Организаторами мероприятия выступили Махачкалинская епархия, Русской православной церкви при содействии Министерства по национальной политике и делам религии республики и Дагестанского отделения Российского военно-исторического общества. На торжественной части был дан концерт хора Берегиня. В рамках культурной программы были вручены призы победителям конкурса детского рисунка по теме Александр Невский. Позже прошла научно-практическая конференция, на которой прослушали просветительскую лекцию профессора, доктора исторических наук Нины Гаруновой и искусствоведа Александра Сергеева с последующим обсуждением. В рио министра по национальной политике и делам религии региона Энрик Муслимов в своем выступлении отметил вклад выдающегося полководца в развитие российского государства. Далее спикерами были представлены доклады, характеризующие Александра Невского в историческом и духовном конспекте. Боец Тагир Уламбеков узнал имя своего нового соперника. Махачкалинец выступит на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. Оппонентом воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова станет американец Тим Эллиот. Для Уламбекова этот бой станет третьим под эгидой UFC. В двух предыдущих поединках он оказывался победителем. Всего в активе дагестанца 14 успешных боев и только одно поражение. Тагир Уламбеков находится на 15-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Победа в предстоящем бою позволит ему войти в десятку лучших. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова